Первый канал УРУСФОН продолжает совместную акцию помощи тяжело больным детям. СМС со словом «Добро», отправленное на номер 5541, может спасти чью-то жизнь. Стоимость каждого сообщения 75 рублей, их может быть много. Совсем недавно мы рассказывали историю маленького Вани, которому, чтобы нормально слышать, нужна была дорогостоящая операция. Средства были собраны за считанные минуты. Благодаря вам Ваня не потеряет эту ниточку, которая связывает его с миром, и будет слышать мамин голос. Перечисленных денег достаточно, чтобы помощь получили еще 43 ребенка. Раз, два, три. Куча, раз. Получается. Теперь у него обязательно все получится. И пусть речь пока не разборчива. А расслышать все, что происходит вокруг, удается с трудом, вы, зрители Первого канала, подарили пятилетнему Ване и его маме главное. Надежду на то, что совсем скоро мир для этого мальчика зазвучит по-новому. Я там как все что-то вижу. Там же листик скрипит так. Я, честно говоря, не думала, что у нас в стране столько неравнодушных людей, что столько людей откликнутся, что даже дети писали, поддерживали нас. Моя вера в людей возродилась. О беде Ване мы рассказали совсем недавно. Когда малыш родился, у него не было левого ушка. Правая из-за слишком маленькой барабанной перепонки почти не слышит. С пеленок голову сжимает бандаж, на котором крепятся два проводничка. Вибрируя, они передают звук через кости черепа сразу к слуховому нерву. До сих пор это была единственная возможность развиваться и не потерять контакт с окружающими. Пропусти. Пропусти. Проблема в том, что чем старше становится Ваня, тем меньше слуховой аппарат ему помогает. Кости черепа уплотняются и перестают передавать звук. Уже совсем скоро мальчик может окончательно окохнуть. Но восстановление слуха возможно. Врачи из калифорнийской клиники ознакомились с историей болезни и пришли к выводу, что смогут помочь Ване. При двусторонней кондуктивной утрате слуха мы сделаем ушной канал. И к нему воссоздадим барабанную перепонку, за счет чего ребенок снова сможет слышать естественным путем и не будет нуждаться в слуховом аппарате. Ухо воссоздадут заново и одновременно возвратят слух. За эту операцию специалисты из США выставили счет. 113 300 долларов. Для семьи Вани, папа которого автослесарь, а мама бухгалтер, сумма неподъемная. Но вы, наши зрители, сделали, казалось, невозможное. Все необходимые средства в пересчете по нынешнему курсу, это почти 8 миллионов рублей, были собраны. Сейчас идет оформление документов. И уже этой осенью Ваня отправится в клинику. Мы очень признательны всем за ту помощь, которую вы нам оказали. За финансовую, за моральную, за то, что вы прошли с нами весь этот путь. Мы это очень ценим. Увидев репортаж о Ване, зрители Первого канала отправили такое количество спасительных сообщений со словом «Добро» на номер 5541, что в итоге собрали денег в 7 раз больше, чем было необходимо. Каждый рубль пойдет малышам. С Ваней лечение получат теперь еще 43 ребенка. Все вместе мы сможем помочь очень многим. Как, например, спасая другого кроху, помогли и двухлетней Наде Бояриновой. Девочку с врожденным пороком сердца на собранные Вами деньги уже прооперировали в Германии. Как только услышала, что деньги уже собраны, готовы нам помочь, я пошла в церковь и поставила свечку для всех людей о здравии, чтобы им это было только легкостью в жизни. До полного выздоровления, конечно, еще далеко. Малышка самостоятельно не ходит. А из-за того, что ее маленькое сердечко бьется пока не так, как здоровая, девочка быстро устает. И даже от малейшего волнения начинает задыхаться. Спать люди будут? Ну как, мы поиграем? Слышка, да, там всегда у нас. И у нас, 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 и у нас. Если бы помощи не было, ребенок бы долго не прожил бы. То есть это как бы такая будет мучительная смерть, потому что постоянно будет нехватка. Кислорода все меньше, 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 меньше. А ребенок же растет. И поэтому помощь, это просто она очень вовремя. Благодаря вашей, очень вовремя оказанной помощи смотрит теперь не только мультики, но и видит все, что происходит вокруг шестилетняя Снежанна из Архангельской области. Когда врачи нашли у девочки злокачественную опухоль в сетчатке глаза, мама, которая воспитывает дочку одна, решила, во что бы то ни стало, надо бороться. Девочку спасали всем миром. На деньги, собранные зрителями Первого канала, Снежанна уже прошла дорогостоящее лечение в одной из клиник Нью-Йорка. Сейчас мы только вернулись в сентябре с обследования. В глазике все чисто, все хорошо. И доктор нас отпустил до ноября. Хотели бы сказать большое спасибо. Спасибо всем, кто откликнулся, всем, кто помогает таким детишкам. Сейчас они уже дома. Впереди еще множество обследований, сложная терапия, но рак отступил. С начала проекта РУСФОНД на Первом помощь получили уже более 2600 детей. Спасти больных малышей вы можете и в эту самую минуту. Важна каждая ваша СМС-ка. Кто-то написал, что у меня на счету было только 75 рублей. И мы их отправили. К сожалению, мы не смогли отправить больше. Я отвечала людям, что не важно, сколько вы отправили. Важно то, что сейчас вы мне написали и просто нас поддержали. Вы выразили свою признательность и поддержали нас морально. Снежана, Надя, Ваня, благодаря вам, нашим зрителям, они теперь смогут очень многое. Подрасти и увидеть, сколько вокруг добрых людей. Сохранить в сердце вашу любовь и радость от каждого нового дня. Илья Костин, Мария Левченко, Юрий Шолмов, Ирина Нечаева, Первый канал. Мы будем и дальше рассказывать о тех, кто нуждается в вашей помощи, о тех, кому вы уже помогли. С начала акции вашу поддержку получили 2676 детей. В дорогостоящем лечении нуждаются еще очень и очень многие. Чтобы принять участие в их судьбе, отправьте СМС со словом «Добро» на короткий номер 5541. Если оператор попросит подтвердить перевод, сделайте это. Стоимость одного сообщения 75 рублей. И таких СМС может быть сколько угодно. Продолжение следует... Продолжение следует...